Время реального времени на экране можно увидеть, как запускаются агрегаты электростанции. Открытие шарового затвора. Генераторы начинают вращение, и ГЭС выходит на расчётную мощность. Зарамакская ГЭС-1 построена чуть больше, чем за два года. Станция рассчитана на работу в пиковом режиме. Это объект, который увеличивает надёжность работы энергосистемы в целом юга. Пиковая мощность нужна. Вода на станцию поступает по уникальным вертикальным водоводам, построенным в скальной породе. Далее с высоты 609 метров попадает на турбины ГЭС, создавая рекордное давление. Два электрогенератора российского производства установлены в огромном машинном зале. Действительно уникальный объект, построен с самыми современными технологиями. Экологически чистый, безопасный, как нас заверил представитель Ростехнадзора. Каскад Зарамакских ГЭС – это целый комплекс сложных инженерных объектов. Это белая гладь, зажатая между крутыми склонами Алагирского ущелья, и есть Зарамакское водохранилище, которое питает каскад гидроэлектростанций. Искусственный водоём построен на высоте около 2000 метров над уровнем моря. С турбины головной станции вода попадает в уникальный гидротехнический тоннель протяжённостью 14 километров, а уже оттуда в огромную бетонную чашу, которая регулирует подачу воды на станцию. Бассейн суточного регулирования построен прямо на вершине скального отрога. Именно это сооружение обеспечивает бесперебойную, надёжную и, самое главное, безопасную работу гидроэлектростанции. Мощность ГЭС-1 346 мегаватт – это в несколько раз выше, чем выдают все остальные электростанции Осетии вместе взятые. В рамках продления поддержки этой программы до 2025 года будут, в том числе, и такие проекты поддерживаться. Для нас это важно. Это соответствует нашей стратегии развития энергетики и электроэнергетической отрасли. Очередная гидростанция может появиться в ущелье ниже по течению реки Ордон. Продолжение следует...